Да, все, в общем, вроде знают, но не знаю, насколько в подробностях, что делают, собственно, Диф и Бигфут, чем занимаются сами проекты. В общем, суть обоих проектов сводится к тому, что мы должны сравнивать и находить совпадающие и несовпадающие фрагменты в двух видео, которые, вообще говоря, не идеально совпадают. То есть в Бигфуте, особенно в Бигфуте, где в Дифе может отличаться aspect ratio, там разрешение frame rate, а в Бигфуте там еще и может быть откадрирован, не может быть, а, собственно, практически всегда видео откадрировано, сделана цветокоррекция, поэтому любые буквальные методы сравнения не подходят для того, чтобы, то есть, по ним, если сравнивать буквально, то для всех кадров мы получаем результат, что они не совпадают, и никакой осмысленной информации оттуда получить не можем. Соответственно, первая наша цель — это научиться вообще сравнивать кадры. Говорить, так как они совпадают не точно, то у нас нет возможности вообще говорить о том, кадр один и тот же или не один и тот же, осмысленно. Но у нас появляется такое понятие, что мы хотим определить, насколько кадры похожи. То есть, собственно, примерно как в поиске картинок, там, где угодно, в гугле или еще где-то, то есть нам нужно находить похожие изображения. Для этого мы используем такую стандартную, стандартный подход в Computer Vision, связку interest point детектора, дескриптора и потом, соответственно, матч этих точек. Как работает этот подход? Мы берем и на изображении выбираем какое-то количество точек, про которые мы верим, что когда мы применим алгоритм выбора этих точек к другому изображению, то мы в значительной степени, множество реальных физических, в объективной реальности точек, которым соответствуют эти точки на изображении, в значительной степени пересечется между двумя разными изображениями. Что я имею в виду? Если я сфотографирую, сделаю фотографию там, этой комнаты с одной, отсюда, и потом чуть-чуть сдвинусь там и сделаю еще одну фотографию, эти изображения, очевидно, не будут совпадать. При этом я хочу как-то их сравнивать. Как мы сравним в реальной жизни? Мы смотрим, о, вот здесь лампочка, тут лампочка, там, ну вот как картинки, найди 10 отличий. Картинка, в общем, похожа, там что-то отличается, но мы находим общие объекты, находим общие какие-то фрагменты изображения, и по ним понимаем, что это, в принципе, та же самая комната. Мы видим, что там висит такой же кондиционер, и висят такие же лампочки. Что, таким образом, мы хотим взять, например, для двух картинок, найти набор точек. Предположим, вот я отсюда сфотографирую, я буду видеть вот лампочку, еще лампочку, у лампочки там патроном темный, тут светлая, там, вот, какие-то углы. И если я выберу точки таким образом, что потом, когда я с другой стороны посмотрю, я опять в этом моем наборе точек, которые я хочу сравнивать, окажется лампочка, патрон, другая лампочка и угол кондиционера, то считая, что мы еще и умеем сравнивать сами вот эти вот фрагменты изображений разумным образом, я смогу получить какой-то результат. Соответственно, первая стадия это interest point detector. Это, значит, какая-то штука, которая должна находить нам стабильные точки, то есть воспроизводимые при каких-то манипуляциях с изображением. Он должен быть как можно менее чувствителен к изменению яркости, контрастности, к геометрическим искажениям, то есть к поворотам, сдвигам, то, что у нас там на полпикселя что-нибудь сдвинется, или вообще в другую часть картинки сдвинется, и к скейвам. То есть, если я, например, сфотографирую крупнее или там ближе, он должен все равно найти все те же самые точки. Следующая стадия. Имея эти точки, имея некий набор точек, нам нужно сравнить, собственно, совпадают они или нет. То есть нам нужно уметь для какого-то фрагмента изображения, который мы уже верим, что нам с ним, если для кадра у нас, мы не могли сравнивать два кадра, потому что он может быть там где-то откадрирован, какие-то существенные геометрические деформации с ним могли быть. То для этой точки мы знаем, что вот у нас есть точка определенного размера, размер нам тоже должен выдавать детектор. На одном изображении, вот лампочка, которую я сфотографировал отсюда, есть лампочка эта же самая, которую я сфотографировал отсюда. Она будет чуть меньше, плюс у меня там в телефоне камера чуть-чуть перенастроит яркость, и она будет объективно совсем другого цвета. Но реально субъективно по контрасту с окружающей средой мы ее видим в принципе примерно такой же. Она светлее, чем все, что вокруг нее. Соответственно, нам нужен какой-то способ, чтобы когда мы имеем фотографию именно этой лампочки, вырезанную аккуратненько из нашего кадра, в двух экземплярах, мы должны сравнить и сказать, вот это похоже на это. А потом, когда нам покажут ее и кондиционер, мы скажем, вообще не то. То есть мы должны, математически говоря, построить алгебраическое пространство, а более человеческим языком ввести некую меру схожести, но уже числовую. То есть мы должны сказать, вот это, вот разница между вот этими ноль, они просто одинаковые, а разница между вот этим и вот этим 42, а между вот этим и вот этим 100500 вообще ничего общего. Потому что, почему нам не подходит вариант опять же сказать, вот это с этим совпадает, вот это с этим не совпадает. Потому что все равно даже для фрагмента изображения точного совпадения у нас не будет, у нас будет что-то примерно почти так, как надо, и мы должны этим как-то довольствоваться, мы должны находить, что вот эти точки действительно очень похожи по сравнению с тем, что они не похожи с другими. Соответственно, для этого вот эту функцию определения, создания меры схожести, ее выполняет дескриптор. И для дескриптора, с точки зрения такой программистской, дескриптор это некая структура данных, плюс один метод над ним. Это метод типа посчитать расстояние между двумя дескрипторами. И в идеале между двумя одинаковыми изображениями у нас расстояние должно быть ноль, а между непохожими изображениями оно должно быть как можно больше, чтобы мы могли сравнивать, что больше похоже, что меньше похоже. От дескриптора требуется, во-первых, так же, как и от детектора, как можно меньшая чувствительность к искажениям, которые мы ожидаем, что они незначимы, то есть к шуму, изменению яркости и контрастности, и каким-то незначительным геометрическим деформациям, типа у нас детектор на один пиксель промахнулся, или со скейлом, или с координатами на картинке, или мы просто толбали считать все в долях пикселя, там во флоутах, которые нам выдали, и мы просто округлили хотя бы до пикселя, и у нас на полпикселя сдвиг. Дескриптор в идеале не должен заметить, или, по крайней мере, существенно заметить, отреагировать на сдвиг на полпикселя, например, даже если он описывает точку размером 7 на 7 пикселей. И второе требование к дескриптору — это нулевое требование, было, собственно, чтобы он для похожих объектов давал маленькое значение, а для непохожих — большое. И последнее требование — это как можно большая энтропия. Что это значит? Это значит, что если у нас есть некоторое пространство всех возможных дескрипторов, всех возможных изображений, и чего угодно, то дескрипторы должны быть... Они не будут в нем равномерно распределены, но чем равномернее они распределены в нем, дескрипторы реальных, тех, которые мы получили от нашего детектора in real life, вот мы взяли туда, скормили все видео, которые мы смогли найти в мире, и все эти точки описали этими дескрипторами, чем равномернее дескрипторы распределены в пространстве этих самых дескрипторов, тем лучше. Потому что если они распределены там не равномерно, например, если они все собрались в одной области, то значит, или мы используем слишком много места на то, чтобы их записывать, значит, какие-то компоненты там не являются независимыми. Ну, то есть мы храним слишком много информации. У нас есть большое кусок пространства, которое никак не используется. Это первое. А второе значит, что, имея то количество информации, которое есть, мы имеем меньшую разрешающую способность. У нас будут какие-то похожие, какие-то разные картинки, которые мы будем описывать одним и тем же дескриптором. То есть мы скажем, что что-то похоже, когда оно на самом деле не похоже. Следующая стадия, третья, это финальная и победная, для того, чтобы сравнить уже кадры в нашем случае и изображения просто какие-то вообще. Это, собственно, уже сравнение по дескрипторам. Предположим, у нас есть две картинки. Одна и вторая. И у нас там есть, не знаю, уточка. А тут эта уточка вот такая. И мы нашли какие-то точки. Вот тут вот хвост, вот тут вот глаз, вот тут крыло. И вот тут вот крыль. И тут мы их тоже нашли, к счастью. Вот так вот. И еще вот здесь вот было... Ну, пожалуйста. А здесь еще была елка. Елку мы тоже нашли. И у нее мы там несколько каких-то кусков. А на ней шишки. А на ней шишки. Шишки мы нашли в первую очередь. И после этого, как вам сказать, похожи эти картинки или нет. Мы берем и начинаем все дескрипторы сравнивать между собой. Мы пробуем сравнить вот этот вот с этим. И оказывается, что неплохо. Довольно-таки похоже. Потом мы его сравниваем вот с этим. Ну, такое. Вообще не похоже. Сравниваем с этим. Немножко напоминает, но не то. И сравниваем вот с этим. Тоже не похоже. И мы видим, что вот этот вот. Вот это вот совпадение. Клюва с клювом. Мы не знаем, что такое хорошее совпадение или плохое. Потому что у нас могут быть разные качества изображений здесь и там. Может много быть всяких проблем. Но мы видим, что вот это совпадение намного лучше, чем все остальные. Если мы имеем несколько сотен дескрипторов тут, несколько сотен там, то у нас достаточная статистика для того, чтобы мы понимали, что если у нас один из дескрипторов с этой картинки намного лучше совпал с этим, чем все остальные с этой же картинки, то значит они действительно совпали. Мы отмечаем их как совпавшие, вычеркиваем из дальнейшего рассмотрения. Считаем, что это все. Это мы уже нашли. И приступаем к следующему. Мы начинаем искать вершину йогы. Мы ее сравниваем с одним, со вторым, с третьим, с четвертым. Получаем расстояние там 42, 50, там 45 и 40. Все расстояния, вроде бы тут было, например, там 10, не знаю, а остальные там тоже по 40. Все примерно одинаково плохо. Или одинаково хорошо. Мы не знаем, хорошо это или плохо, но даже если они все хорошо совпадают, то мы не знаем, с каким оно совпало. Значит мы говорим, вот эта вершина елки ни с чем не совпала. Нету чего-то, что явно лучше, чем остальное. Вычеркиваем. И проходим так по всем точкам. Таким образом мы получаем квадратичное количество сравнений. Если у нас на каждой картинке мы находим, например, 500 дескрипторов, то у нас будет сравнений 500 в квадрате, ну делить на 2, там умножить на как повезет. И в зависимости от того, насколько быстро мы будем находить скорость, на самом деле будет зависеть от того, действительно ли картинки совпадают, насколько у нас будут вот эти дескрипторы после матча выпадать из сравнения, потому что мы потом следующие не будем уже с ним сравнивать. То есть, но это будет, асимптотика будет квадратичная. То есть, время сравнения будет пропорционально квадрату количества дескрипторов на картинке. Давайте для того, чтобы примерно понять суть того, что там происходит у нас в Диффе и Бигфуте, примерно по порядку величины оценим, сколько на самом деле этих сравнений происходит. У нас есть, вот в реальности у нас действительно на картинке около, у нас несколько сотен дескрипторов, порядка обычная, штук 300. То есть, у нас есть 300 на 300, делить на 2, предположим. Это количество сравнений, сколько делается для того, чтобы один кадр одного фильма сравнить с одним кадром другого. Это получается у нас где-то 50 тысяч, 45 тысяч, да. Там надо закруглить. Да, я стараюсь сразу побыстрее округлять. До 42 тысячи. Да, все правильно, 42 тысячи. 42 тысячи сравнений примерно. Чтобы сравнить пару картинок. Дальше. На самом деле мы сравниваем два фильма. И когда нам нужно сравнить два фильма, мы должны понять, какие кадры с какими похожи. Для этого нам нужно сравнить, на самом деле, каждый кадр одного фильма с каждым кадром другого фильма. Мы можем потом как-то это заоптимизировать. У нас есть один фильм. Другой фильм у нас будет вот в эту сторону идти. Мы его будем сверху вниз смотреть по-китайски. Вы больше сверху вниз читали, правильно? Тебя постоянно путают. Вот. И... Соответственно, одно вот такое сравнение это 42 тысячи. Мы должны заполнить всю вот эту вот картинку. Красивую. Которую я потом еще ей воспользуюсь. Фильм у нас длиной порядка 200 тысяч кадров. Итого мы имеем 42 тысячи на 200 тысяч, на 200 тысяч. Это... Так. 5, 5, 4, 10, 14. Так. Это примерно 10 в 15 степени сравнения. Я уже... Я уже... Все, числа уже становятся сложные. Я буду степенью. На больших числах? Да. Это 10 в 15 степени сравнений. Итого, если мы будем... Если на сравнение двух вот этих вот кусочков картинки у нас уходит... Предположим, у нас уходит страшное время миллисекунда. Это очень много. То в таком случае мы потратим на это 10 в 9 степени, то есть миллиард секунд. Это... Это вот сколько-то там очень много времени. Ну, а до 20, 84 тысячи. То есть это 10 в 5, то есть, соответственно, 10 в 4 дней у нас уйдет на это... Каких-то 30 лет. За каких-то 30 лет мы сравним два фильма, если у нас время сравнения двух дескрипторов, миллисекунда. В принципе, пацаны в Китае вручную справляются быстрее, поэтому, значит, миллисекунда нас не устраивает. Мало того, если это у нас 30 лет, то похоже, что наносекунда нас тоже не устраивает. Потому что если у нас наносекунда, то мы получаем всего лишь 100 дней. Три месяца это гораздо лучше. Но за три месяца... И мы уже... И имеешь в виду полное квадратичное сравнение? Не имею в четыре месяца. Да, полное квадратичное сравнение. Мы получаем... Потому что один дескриптор с другим сравнивается дольше, чем за одну секунду. Ну да. Но мы их не сравним по одному. Ну ладно.